Все главнейшие иностранные языки можно выучить за шесть лет, но для изучения своего недостаточно и целой жизни, говорил Вольтер. Сегодня каждый народ старается говорить на родном языке и передавать знания молодому поколению. Как свободно говорить на ненецком, знает Юлия Лаптандер. Ученица школы имени Антона Пырерки не перестает удивлять одноклассников и взрослых своим стремлением говорить на родном языке. Ежедневный звонок родителям в тундру – ритуал обязательный. Благо телефоны у оленеводов спутниковые и связаться с родными можно в любой момент. Особенно, когда хочется услышать родную речь. В школе имени Антона Пырерки, куда Юля приехала учиться, говорить по-ненецки не с кем. Для большой семьи Юлии, где воспитывается 10 детей, ненецкий язык родной. Семья входит в общину оленеводов-частников Ямпто. На весь округ, да и за его пределами, она славится традиционными устоями. Члены общины занимаются оленеводством, ведут кочевой образ жизни. Для сохранения и продолжения династии семьи создают с представителями ненецких кровей. Так, сестра Юлии вышла замуж за жителей Малоненецкого округа. С полуострова выбрал себе невесту и старший брат. Сама Юля уезжать далеко от семьи не хочет. Разве что для получения образования. Мечтает стать адвокатом или учителем родного языка. Хотела, чтобы у нас был свой собственный юрист в этом. Я хотела, чтобы я хотела сама защищать свой народ, права на своё народ. А учитель ненецкого языка хотел стать, потому что я хочу изучать свой родной язык, чтобы преподавать всего другим детям, чтобы они тоже знали хорошо свой язык. Сегодня знающих ненецкий язык действительно мало. Например, соседка по комнате Вика Вылка родом из Варнака, где традиционно проживали оленеводы. На родном языке не говорит. Родители и окружение располагали к общению на Ненецком. Но, видимо, не было желания. Да и проживала она в посёлке, а не в стойбище. Ну, как бы считаю, что каждый должен знать свой родной язык. Ну, мне он очень сложно даётся. Я учила его с первого или четвёртого класса по девятый. И как бы на уроках больше всего длинилась, конечно. Но мне сложно давалось очень. И так и не выучила. Чтобы чаще слышать родную речь, Юля записалась в фольклорную группу «Ханепсё». С 2012 года самодеятельные артисты ставят спектакли на пьесы ненецких авторов, поют эпические и традиционные песни. Руководитель творческой группы Людмила Булыгина радуется. С каждым годом состав группы молодеет. К нам присоединились школьники из школы-интернат. Вот Юлия Лаптендер. Для нас это была большая находка. Почему? Потому что она владеет ненецким языком. И если я с ней разговариваю, не надо никакого перевода. Одна из успешных постановок «Хэкур» вскоре разойдётся по всему округу. К выпуску готовится диск культурно-познавательного проекта «Родной край». Он содержит уроки ненинского языка, мастер-классы и видеоспектакли. Возможно, в будущем Юля будет использовать его на своих уроках родного языка.